Добрый день, друзья! С вами проект Стань Студентом. Сегодня мы попробуем вместе с вами подать заявление в ВУЗ через суперсервис на госуслугах, который называется «Поступление в ВУЗ онлайн». Мы сегодня попробуем оформить виртуальное заявление и в конце по итогам сделаем вывод, удобно это или нет. Итак, нажимаем «Оформить виртуальное заявление». У нас открывается тестовый кабинет и по шагам с вами начнем разбирать, что здесь нам нужно сделать. Итак, первое, то, что нам предлагает сделать тестовый кабинет, это вписать ваши результаты единого государственного экзамена. Первый вопрос, который здесь появляется, где же у нас возможность подавать документы для тех, кто заканчивает колледж, так как им ЕГЭ сдавать не обязательно, они могут сдавать внутренние вступительные испытания. Но, тем не менее, давайте все равно оформлять. Мы нажимаем первый шаг, нам нужно выбрать предметы единого государственного экзамена. Мы выберем стандартный комплект документов, русский язык, и нам предлагается сразу указать примерные баллы, на которые мы будем претендовать. Не обращайте внимания, в принципе, на сами баллы, вы можете поставить абсолютно любую цифру. Поэтому потом, когда вы сдадите ЕГЭ, автоматически эти данные подгрузятся в эту систему, и там уже будут ваши реальные данные. Но пока мы примерно поставим в качестве эксперимента по 50 баллов. 50 баллов по русскому языку, добавляем следующий предмет, 50 баллов поставим по математике. И 50 баллов давайте поставим по физике. Так, теперь у нас есть показатели, данные по ЕГЭ. Сохраняем результаты. И система нам предлагает дальше перейти ко второму шагу. Обращаю внимание, если вы все-таки закончили колледж, и вам не нужно сдавать ЕГЭ, то, в принципе, вы тоже можете выбрать соответствующий ЕГЭ, но вместо ЕГЭ вы будете сдавать внутренние вступительные испытания. То есть, в любом случае, потом ваше ЕГЭ ниоткуда не подгрузится, вы уже будете сдавать вступительные испытания в ВУЗе, и потом результаты из ВУЗа уже попадут в этот личный кабинет. Далее, второй шаг – это выбор высшего учебного заведения и направление подготовки. Здесь нужно отметить следующее. То, что всего лишь только 50 высших учебных заведений принимают документы с помощью такого суперсервиса. Полный перечень таких учебных заведений можно найти в описании к этому ролику. Итак, мы для примера выбираем первый. Вот, допустим, идет Алтайский государственный университет. Выбираем его. Мы можем выбрать до пяти учебных заведений. И в каждом учебном заведении не более трех направлений подготовки. Поскольку мы уже забили в качестве примера математику, русский и физику, то сразу очень удобно суперсервис нам предлагает только те направления. То есть, мы можем выбрать, куда подавать заявление только на те направления, где подходят наши результаты ЕГЭ. Замечательно. Здесь мы тоже выберем в качестве эксперимента два направления. Подтверждаем свой выбор. Для чистоты эксперимента добавим еще одно учебное заведение. Так мы видим Алтайский. Можно, кстати, поменять направление подготовки. Все это вы можете делать. Мы сейчас добавим еще одно. Допустим, Волгоградский госуниверситет. Пожалуйста. Здесь тоже предлагает нам перечень направлений. Мы видим, что там, где наши ЕГЭ не соответствуют, мы даже не можем выбрать эти направления. То есть, только там, где есть наши ЕГЭ. Как правило, очень часто поступающие приходят в ВУЗ с набором трех ЕГЭ. В этом году в некоторых регионах нет возможности сдавать более трех направлений по ЕГЭ. Поэтому, как правило, это набор из трех, комплект из трех ЕГЭ. Подтверждаем свой выбор. У нас здесь уже выбрано два учебных заведения. В каждом учебном заведении мы выбрали по два направления подготовки. Но вы можете выбрать до пяти учебных заведений. В каждом по три направления подготовки. Нажимаем «Далее». И у нас мы переходим к третьему шагу. Третий шаг – это учет индивидуальных достижений. Здесь нужно понимать, что в каждом учебном заведении есть своя шкала оценки индивидуальных достижений. Поэтому вы индивидуальные достижения добавляете, но далее вы ожидаете, когда приемные комиссии оценят эти индивидуальные достижения и выставят уже необходимые баллы. То есть потом, в дальнейшем, это можно будет тоже просмотреть с помощью личного кабинета. Итак, поехали. Мы для эксперимента поставим, допустим, окончание школы с отличием или медалью. Как правило, это дает максимальные результаты по индивидуальным достижениям. А вы знаете, что их можно поставить не более десяти. Кстати, отдельный ролик по учету индивидуальных достижений есть на нашем канале. Ссылочка тоже будет в описании. Пожалуйста, можете посмотреть. Так, и добавляем еще. То есть можно сюда, кстати, подгрузить фотографию, да, то есть прикрепить скриншот. Тоже можно это сделать. Так, добавили. Теперь мы добавим еще одно индивидуальное достижение. Допустим, пусть это будет итоговое сочинение, которое все выпускники 11 класса писали. Оно у них есть. Само индивидуальное достижение ВУЗ автоматически ваш найдет, сделает необходимую проверку и выставит результаты. И, в принципе, эти результаты пойдут. Вот у нас два учебных заведения. Вся эта информация о ваших индивидуальных достижениях попадет в соответствующие высшие учебные заведения для оценки. Четвертый шаг – это ввод персональных данных. Здесь мы видим фамилия, имя, отчество. В качестве примера мы здесь видим Константин Нопольский, Константин Константинович. У нас в прошлом ролике, где мы делали обзор личного кабинета высшего заведения, то есть без госуслуг, там был у нас Иванов Иван Иванович. Но, тем не менее, здесь немножко по-другому. Поэтому все совпадения – это абсолютно случайности. Это выдуманный человек. Здесь мы видим дату рождения. Нужно указать ваш пол, СНИЛС, место рождения, электронная почта. Она обязательно, так как через электронную почту тоже будет подтверждение данных. Приемная комиссия вам может какую-то информацию высылать на электронную почту, контактный номер телефона, домашний телефон. Поэтому, пожалуйста, заполняйте все эти поля верно, правильно, проверяйте, чтобы у вас здесь не было ошибок. Также нужно здесь указать документ, удостоверяющий личность, паспорт, либо какой-то иной документ, серия, номер, дата выдачи, кем выдан. Вот, кстати, важный момент. Иногда бывает, допустим, вы поступаете в этом году, ЕГЭ сдавали в прошлом году. Из-за этого периода времени у вас мог смениться паспорт. Здесь есть соответствующая галочка, что при сдаче ЕГЭ у меня был другой документ. То есть там мог быть другой паспорт. Поэтому тоже эту галочку либо ставьте, либо не ставьте. Но чтобы система могла потом позволить найти ваши результаты ЕГЭ. Поиск результатов ЕГЭ происходит по паспортным данным. Именно по тем паспортным данным, с которыми вы сдавали единый государственный экзамен. Итак, также вы указываете школу. И здесь можно сканировать, либо сфотографировать все страницы аттестата, включая приложение. И также можно сюда их загрузить. В конце этого шага есть галочка «Я согласен на обработку данных». Мною получено согласие родителей. То есть если вам меньше 18 лет, прошу учесть результаты с данных мною ЕГЭ по мере их опубликования использовать при поступлении максимальные баллы. Так как действительно некоторые ЕГЭ сдавали и в прошлом году, и в этом году сдают. И здесь можно выбрать максимальный балл, естественно. Также вы даете согласие с тем, что вы ознакомились с необходимыми правилами приема, порядком зачисления высшеучебного заведения. И подтверждаете, что учитывая все способы подачи заявления, подаете заявление не более чем в 5 вузов. И в каждом вузе не более чем на 3 направления подготовки. Очень удобно то, что система, она вам и не позволит подать документы в более чем 5 учебных заведений. И также в каждом учебном заведении вы сможете выбрать не более 3 направлений подготовки. То есть система вам подсказывает, здесь вы ошибок сделать не можете. Поэтому это очень здорово. И на финише у нас есть кнопка отправить заявление. Как только мы отправили заявление, у нас есть подробная информация, примерно когда у нас будут проходить дни зачислений, когда у нас будут опубликованы списки. Это тоже очень удобно. И здесь в этом сервисе есть очень удобная функция. Здесь можно посмотреть, на каком месте находится ваше заявление с вашими результатами ЕГЭ. И в принципе эту информацию можно отслеживать по дням. Вот мы сможем пролистать на несколько дней вперед. И уже здесь можем наблюдать по тому или иному направлению в каждом учебном заведении, на каком месте находится наше личное дело, какой у нас результат, на что мы можем претендовать. Вот мы сейчас развернем открытый конкурсный список на эту дату. В данном случае здесь используется информация за 2019 год. То есть можно примерно смоделировать, что у нас будет получаться. Но по мере того, как все будут подавать документы, вы в принципе сможете отслеживать эту информацию по реальному году. То есть в 2020 году, как это будет обстоять на данный момент. Также вы сможете отслеживать эту информацию вплоть до самого момента зачисления. Первая волна, вторая волна. Поэтому это очень удобно. Стоит однозначно этим суперсервисом пользоваться. Но нужно понимать, что не во все учебные заведения можно подавать таким образом документы. Также здесь мы сможем подать заявление о согласии на зачисление. Для этого всего лишь нужно выбрать соответствующее направление. Если вы убедились, что вы проходите по конкурсу, то вы также спокойно можете подать согласие на зачисление. Мы нажимаем и мы видим, что у нас уже подано заявление на согласие о зачислении. Также здесь мы его можем отозвать. Будьте аккуратны, так как это нельзя делать очень часто. Согласие на зачисление вы можете подать только в одно учебное заведение, на одно направление подготовки. Обращаем внимание, что заявление о согласии на зачисление с помощью суперсервиса госуслуги можно подавать дважды в одно учебное заведение. Поэтому перед тем, как вы окончательно примете решение, что стоит в этот конкретный ВУЗ подавать заявление о согласии на зачисление, внимательно подумайте и оцените ваши шансы. Потому что потом в дальнейшем у вас такой возможности может не быть. После того, как вы подали необходимый комплект документов, подали согласие о зачислении, либо его еще не подали, только думайте об этом, не поленитесь и перепроверите на сайте учебного заведения, прошли ли ваши документы. То есть, как правило, вы должны появиться в конкурсных списках, в том числе на сайте. Там можно отслеживать. Но также неплохо будет, если вы наберете по телефону приемную комиссию и у реального представителя приемной комиссии в ВУЗе узнаете, какова судьба ваших документов. Здравствуйте, это приемная комиссия. Я хотел бы уточнить, что с моими документами. Спасибо. Однозначно можно сказать, что суперсервис, поступая в ВУЗ онлайн, он удобный. Но не забываем о том, что могут возникать определенные баги и нужно обязательно перепроверять и уточнять информацию уже либо на сайте учебного заведения, либо в телефонном режиме. Друзья, главный плюс подачи документов через госуслуги, то, что оформив один раз комплект документов на сайте госуслуг, через суперсервис, вы сможете подать документы сразу в 5 учебных заведений. Если вы будете в каждое учебное заведение подавать документы отдельно, то это займет большее количество времени. Но не все учебные заведения могут принимать документы через суперсервис на госуслугах. Поэтому вы сейчас здесь внизу, мы вам в качестве примера покажем, что в каждом учебном заведении есть свой личный кабинет. Они, естественно, немножечко отличаются. И технология регистрации отличается. И визуально эти кабинеты, они, конечно, будут разными. Но смысл один. Нужно прикрепить необходимый комплект документов и заполнить необходимые поля. Если вы не спеша, спокойно разберетесь с личным кабинетом на госуслугах, либо с личным кабинетом на сайте высшего учебного заведения, то без проблем сможете правильно, верно оформить необходимый комплект документов и обязательно поступите туда, куда вы планировали. Друзья, если вам было полезно данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok